Целыми семьями, а сегодня это уже получается речь идет о десятках семей, остаются без жилья. Это уже шестой дом, обрушившийся в Одессе. Как заставить городских чиновников, отвечающих за состояние жилого фонда, оперативно реагировать на такого рода проблемы? Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Домопад в Одессе продолжается. Ночью 10 июня обрушилась часть здания, расположенного по адресу улица Ясная, 10. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Это здание было построено в 1912 году и являлось памятником архитектуры местного значения. К сожалению, это не первое рухнувшее здание в нашем многострадальном городе. Почему в Одессе рушатся дома, кто в этом виноват и как остановить этот домопад? Поговорим об этом с гостем нашей студии, общественным деятелем, предпринимателем Олегом Михайликом. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Олег, ну, сейчас представители городской власти пытаются установить причины обрушения этого здания. Есть несколько версий. Среди них незаконная перепланировка квартиры, расположенной в этом здании, и утечка воды. И, судя по информации из открытых источников, в произошедшем все-таки будут пытаться или стараться обвинить жильцов дома. А вы как считаете, в чем настоящая истинная причина обрушения этого здания? Если позволите, немножко отступимся по времени назад, до того, как этот дом упал. Термин домопад был придуман, либо введен в обиход мною. Мало есть чем гордиться в действительности, что такой термин в Одессе не просто не забылся после того, как он был озвучен, а становится все более и более распространенным. У нас, помните, еще термин был деревопад. Введен домопад был по аналогии с деревопадом, когда деревья калечили, убивали людей, сыпались в каждый небольшой шторм или при сравнительно небольшой непогоде. И буквально недавно я видел видео к вопросу по падениям деревьев, что падает огромнейшее дерево на Старосиной площади. И только по счастливой случайности и физическим возможностям человека быстро бегать, его не покалечило и не убило этим падающим деревом. Так вот, это уже шестой дом за последние полгода, которая упала или обрушилась в Одессе. Самое одно из ярких, когда началось, это тот памятник архитектуры, который прямо на видео обрушился на улице Канатной. И многие видели, облетело все центральные телеканалы, и были менее заметны обрушения на польском спуске, в так называемой Канаве. Абсолютно беспрецедентный случай, когда из-за проведения строительных работ, а в этом у меня никаких сомнений нет, потому что я был на месте, и когда говорят о том, что какие-то перепланировки привели к обрушению дома на торговой, а рядом вырыт примерно трех-четырехметровый котлован под будущий паркинг, то тогда вызывает большие сомнения то, о чем говорят в том числе и городские власти. Это уже шестой дом, обрушившийся в Одессе. Я, вы знаете, молю Бога и благодарен Богу, потому что другому некому быть благодарным, что до сих пор никто в действительности не пострадал, никто не погиб под этими завалами. Крайний домопад на улице Ясной закончился физическим повреждением, травмами человека одного, но слава Богу никто не погиб. Причины разные. Есть менее важные, более важные, но я не верю в то, что перепланировка в квартире на четвертом этаже могла бы привести к обрушению целой части дома с четвертого по первый этаж. Ну, нелогично, согласитесь. Но логичнее было бы, если бы эта перепланировка была на первом этаже. Либо в подвале, что очень часто делают, что приводит. Как я вижу ситуацию, имея какие-то собственные технические знания, понимание и анализируя ситуацию, причин две. Первое. Это подтопление фундамента и натягивание ракушника воды, грунтовой, с ливневой канализацией, с протекающих водопроводных либо канализационных труб. Первое. И, наверное, самое важное. И второе. Это, конечно, сравнительно ветхое состояние жилого фонда в Одессе. Особенно касаемо в центральной части. И еще более касаемо к памятникам архитектуры местного и даже национального значения. Поэтому, в принципе, наверное, все понятно. Когда появляются рядом многоэтажные новострои, а там их сразу несколько, как минимум два, так называемые многие известны в Одессе, ЖК Марсель и ЖК Граф, когда происходит вот такая безумная и бездумная застройка, вдавливаются сваи, никто не проверяет ни отливные, ни грунты, ни отливную канализацию, ни ливновую канализацию, то все это приводит к таким плачевным последствиям. Еще раз повторюсь, слава Богу, что пока без жертв. Но, скорее всего, жертвы в дальнейшем будут. Вы знаете, вы сказали о старом жилом фонде, особенно в центре нашего города. Действительно, и этот дом был 1912 года постройки. Я специально сделал акцент на этом, чтобы было понятно, что это ветхое строение. Хотя аварийным оно не числилось, я имею в виду, в мэрии у нас. И вот, насколько мне известно, жильцы этого дома неоднократно обращались и в мэрию, и в ЖКС Фонтанский, и информировали чиновников о состоянии этого дома. Но максимум, что было сделано в этой ситуации, если я не ошибаюсь, маячки. Вы абсолютно правы. Так вот, почему, как вы считаете, представители городской власти не реагируют на проблемы жителей города? Вопрос действительно на самом деле не к вам. Это вопрос к ним. Вопрос к вам вот какой. Как заставить городских чиновников, отвечающих за состояние жилого фонда, оперативно реагировать на такого рода проблемы? Ведь люди обращались, ну как минимум, в СМИ написано, что за год до этой трагедии. Вы знаете, эта ситуация длится уже не первый год. Если вы поговорите с жильцами обрушившегося дома на торговой 20, они также обращались в Приморскую администрацию, во всевозможные службы, в горсовет, в ЖКС. Им тоже поставили маячки и сказали, что будут отслеживать состояние дома. То же самое происходило на польском спуске, где фактически рассыпался дом. Почему происходит? Первое. Реконструкция любого дома, особенно относящегося к памятникам архитектуры, это очень сложный и подготовительный, и производственный процесс. Начиная от составления плана реставрации, начиная от составления смет, проекта, который тоже стоит немалых денег, и заканчивая привлечением специалистов действительно к таким работам. И, скорее всего, просто городские власти не хотят этим заниматься. Второе. Они действительно не знают, как в данном случае поступать, особенно когда произошло вот такое вот горе. Когда люди фактически, ни одна, ни две, и даже не три семьи, даже не три человека, а целыми семьями, а сегодня это уже получается речь идет о десятках семей, остаются без жилья. Как в данном случае реагировать должна городская власть? Да, они там размещают, снимают им жилье, пытаются найти виноватых, но зачем они до этого допускают? Просто потому, что они этим не хотят заниматься. Им проще списать деньги на какие-то дороги, на реконструкцию улицы Екатериненской, Решильевской, где это все тянется не месяцами даже, а годами, и делают это все известные всем в Одессе компании. Сейчас такая же ситуация будет происходить с реставрацией, реконструкцией, они называют это по-разному, новощепного ряда, где спишут обратно немалые деньги. А вот подход к каждому отдельному такому дому, особенно который является памятником архитектуры, он требует пристального внимания и большого количества привлеченных специалистов. Не могут, не хотят, это другой вопрос. Я думаю, что и не могут, и не хотят. Ну а заставить можно каким-то образом? Что надо делать? Может быть, людям надо быть более активными, более настойчивыми? Или это все бесполезно? Просто от них будут отписываться? В данном случае, я знаю, что во многих вот таких случаях жители дома что-то действительно делают. Но в данном случае, это, наверное, как и во многих других, спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Как всегда у нас. Люди видят, что у них разрушается дом. Если какие-то прошли изменения, трещины, и, ну, скажем, можно даже предположить, что произойдет еще хуже в какой-то момент, разрушение, обвал, обветшание дома, дом может быть признан аварийным, надо просто, вплоть до того, что идти и поселяться в здании городской думы, иначе других способов заставить чиновников реагировать, я не знаю. Полиция в нашем случае будет долго с вами переписываться. Городские власти будут вас отбрасывать из ЖЭКа в департамент архитектуры, те будут в мэрии, и еще так будет продолжаться. Я знаю историю, когда в текущем затопленном подвале городские власти переписывались и перефутболивались с инфоксводоканалом, рассказывая, что чьи это трубы. А в это время подвал дома в центре города просто заливало. И это все могло привести к таким катастрофическим последствиям, что в конечном итоге люди устали, собрали деньги и каким-то образом самостоятельно эту течу устранили. То, о чем вы сказали, спасение утопающих. Есть еще один совет, действенный совет, но он не для всех подходит. Но он бы обязательно подошел к жителям дома, обрушившегося дома на улице Торговая 20, где началось строительные работы. Люди могли абсолютно реально, собрав всю переписку у них имеющуюся, подать в суд на отмену выданных разрешений на строительство. В судебном заседании получили бы всю необходимую для них информацию, имеющуюся или не имеющуюся очень часто у застройщиков, и даже могли бы наложить запрет на проведение любых строительных и подготовительных работ в целях обеспечения своего иска. Почему они этого не сделали? Надо задавать вопрос к ним. Я думаю, что наши люди, к сожалению, еще до сих пор думают, что городская власть о них заботится, правоохранительная система в Украине работает, а суды продажные. Первое и второе точно не так. По судам можно спорить. Однозначно в таких случаях я думаю, что суд бы стал на их сторону, потому что они бы шли туда не за виртуальными вопросами, они бы шли туда для защиты собственных квартир и даже жилья. И даже жизни. И даже жизни, да. Вот вы знаете, на вопрос, почему власть не реагирует и не действует на упреждение, я получил ответ. Но это ведь не первое обрушение жилого здания в Одессе. Вы подтвердили мои слова. Шестое вы сказали. За последние полгода. Можно сказать, судя по всей этой информации, что в городе наметилась уже опасная тенденция. И почему нет никакой реакции со стороны городской власти после того, как уже произошло 6 обрушений. До того я говорю, я получил ответ, я услышал его от вас. Насколько я понимаю, вот в такой ситуации, как минимум, должна быть сформирована какая-то комиссия. Должна быть проведена инспекция аварийных домов. Должна быть выделены деньги на их какой-то срочный ремонт или реконструкцию. Должны быть, кстати, установлены и выявлены и наказаны виновные в предыдущих обрушениях. Причем все это должно быть сделано публично, чтобы люди знали и понимали и чувствовали, что городская власть обеспечивает и гарантирует комфортную, безопасную жизнь в нашем городе. Если я не прав, поправьте меня. Может быть, я просто не нашел информацию. Что-то сделано, я имею в виду комиссии, инспекции, выделенные деньги и так далее. Почему этого не происходит? Наверное, вы правы, потому что я тоже про это ничего не сегодняшний день не знаю. В связи с тем, что у меня в действительности есть знакомая, которая лишилась квартиры, своей квартиры, хорошей квартиры в крепком, хоть и старинном, но очень крепком доме на торговой 20. Я знаю, что им сняли жилье для временного проживания и сняли за счет, как я понимаю, за счет тех, кто проводил эти работы и пытаются на сегодняшний день их всех успокоить, скажем так вот мягко. Что происходит после такого количества обрушений со стороной городской власти, я не знаю. Я думаю, что тоже ничего. Первое. На сегодняшний день нет абсолютно никакой программы, которая бы позволила быстро реагировать на обращение любых граждан, в том числе и проживающих в домах памятника архитектуры, при появлении каких-то процессов, которые в конечном итоге могут привести к нарушению целостности этого дома, либо к его обвешанию. Такой программы на сегодняшний день нет. На сегодняшний день нет. Есть программа реконструкции фасадов, вздумайтесь слово фасады, только лишь фасадов. В историческом центре города, чаще всего ограниченных всего там несколькими улицами Екатерининской, бывшая Ласточкина, Дерибасовская, Успенская. Ну это, как говорится, пустить пыль в глаза туристам. Однозначно. Так сказать, внешний вид привести порядок. Потому что даже проводя реконструкцию фасадов, ну хотя городская власть в данном случае не обманывает, потому что они сразу говорят о том, что реконструкция фасадов, никто не занимается ни инженерными сетями, очень редко занимаются заменой кровли, либо реконструкцией, либо там реставрацией чердаков, и точно ни у кого руки не доходят до подвалов. А если там течет какая-то труба и затапливает дом, и даже после наведения лоска на старинном фасаде, этот дом может дать трещину, покоситься, и фактически свести на нет даже то, что уже сделано по саму фасаду, это чаще всего никого не интересует. В данном случае рецепт один. Первое. Необходимо наконец-то провести инвентаризацию не просто домов памятников архитектуры, а инвентаризацию технического состояния домов хотя бы в историческом центре города. Хотя бы. Я уже не говорю о ветких, либо обветшалых домах, находящихся на Слободке, на Дальницкой, но хотя бы в историческом центре. Это уже на подходе, срок эксплуатации тоже. Понимаете, что дальше будет хуже, потому что направляя деньги, фактически их осваивая на другие цели, и нескончаемо беря кредиты, не обращая на это внимания, в конечном итоге придем к тому, что дома будут разрушаться, сыпаться, и никто не будет знать дальше, что делать с этими людьми. И не дай бог люди будут гибнуть. Люди могут начать гибнуть, не говоря о том, что мы теряем историческое наследие Одессы, которое никогда уже не восстановить. Еще один вопрос у меня. У нас катастрофически заканчивается время, как обычно. Тем не менее, в тот же день, я имею в виду 10 июня, прошла сессия Одесского городского совета, на которой депутаты наши местные одобрили очередную распродажу, можно так сказать, коммунальной собственности. И в список объектов на приватизацию попали строения в парке Шевченко, бывший Кош-Вен-Диспансер на Веры Инбер, дом на Дерибасовской, в общем, всего, если я не ошибаюсь, 18 объектов. Это коммунальная собственность нашей Одесской городской громады. Так вот, как вы прокомментируете решение Одесского депутатского корпуса о такой распродаже? Это просто позорище. Это просто позорище и обычное обворовывание всех нас с вами и нашего города. Первое. Я хочу сказать, что я благодарен действительности немалому числу депутатам с Одесского городского совета. Я даже там мог бы их назвать по фамилиям, но скажу, что они там относятся к фракции ОПЗЖ и к самопомничи, которые были категорически против, выступали против этого и не проголосовали. Но, к сожалению, есть другие партии, которые все, что происходит в Одессе, вероятно, устраивают, и они это все с молотка проголосовали за продажу с молотка. Это преступление перед Одессой. Два факта. Первый. Когда потратили около полумиллиарда гривен на новую мэрию, купив разрушенный завод и сделав его так называемое благоустройство, городской голова тогда говорил о том, что мы эти деньги частично покроем за счет продажи освободившихся помещений тех департаментов и управлений, которые будут впоследствии переведены. Так вот, примерно приблизительно, скажем так, планируемая сумма денег от реализации этих объектов составляет 60, в лучшем случае, 80 миллионов гривен. Абсолютно смешные деньги. Но это копейки, да. Это даже не копейки. Я поэтому говорю, что это просто обворовывание, грабеж одесситов. В то же время эти здания и сооружения, эти площади считают, вдумайтесь в цифры, на Дерибасовской начальная цена 500 долларов за квадратный метр. 500 долларов на квадратный метр. Таких цен нет на окраинах города даже. Вы абсолютно правы. Я на сегодняшний день в Одессе нигде не знаю, где бы за такие, ну может только промышленные территории, где-то запущенные здания. На Успенской 400 долларов квадратный метр. Аукцион невиданной щедрости. И рассказывать о том, что в городском бюджете есть дыра, и поэтому нам срочно, накануне, давайте говорить откровенно, накануне экономического кризиса, который, скорее всего, очень сильно ударит в том числе и по Украине, накануне приближающихся выборов местные советы осенью, когда исторически так складывается, любая бизнес-активность снижается, значительно снижается, распродавать за смешные деньги – это просто преступление. Я говорю еще раз, хочу сказать, что я благодарен тем депутатам, которые проголосовали против решения. И я очень хочу, чтобы одесситы в следующий раз на выборах знали, кто за это решение проголосовал. И ни в коем случае не сделали еще одного ошибочного выбора в делегировании таких вот не очень хороших, не хочу ругаться депутатов, которые их же обворовывают. Спасибо, Олег. Спасибо вам большое за информацию. Благодаря вашей такой позиции несгибаемой, благодаря той информации, которую вы предоставляете нашим телезрителям, я думаю, что у одесситов будет возможность на предстоящих выборах сделать правильный выбор. Вам большое спасибо. И вам спасибо. Надеюсь, что так и произойдет. Всего вам доброго. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня в гостях у нас был общественный деятель, предприниматель Олег Михайлик. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok